Субтитры сделал DimaTorzok Собрал уже эту карту, я знаю где это будет карта, и я кстати проверю что хочу проверить, однотипные ли карты попадаются, да, заскриптованные ли, или рандомные, вот кстати сейчас проверим, интересно, я помню что у нас карта открыла вот где-то вот здесь, получается, внизу в черном, где-то здесь, ладно, посмотрим открыла ли это, нет, я приплыл на этот биом, собрал цветы, приплыл домой, хотел приготовить, меня выкинуло из игры и откатило аж сюда, то есть очень далеко. И сейчас проверим на самом деле интересную теорию, когда еще такой, так сказать, шанс появится, да? Так что в любом случае, приятного всем просмотра, мы начинаем играть, проверять и снова выживать, да? в неголодайке. Неголодайка. Дайка. Дайка. Пуканка загорекая. Как-то так. Ну, потому что неголодайка, она... Что я слышал? Я что-то слышал. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тогда съешь. Так, проверяем. Да, это заскриптованные. Ребята, это заскриптованные. Мы теперь проверили. Клады в игре заскриптованы. Если сгенерировался мир, а он генерируется сразу, да, он сгенерировался, что здесь будет баночка. И когда ты к ней подходишь, да, в ней стопудово определенный заскриптованный уже клад в определенное место. Потому что именно в этом же месте был клад. Ну что ж, это интересно. Что-то новое узнали об игре. Но я думаю, нам нужно плыть на этот биом. Собрать немножечко себе рассудка. Потому что рассудочек у нас как улечку просто спустился. И думаю, что лучше, наверное, вот так вот отплыть. Это будет немножко правильнее, что ли. Ну блин, это круто. Это круто. Я узнал для себя что-то новое. Что вы тут делаете? Собачки-то красные. Ну просто... У нас были псы? Я не помню вас. Я даже не слышал псов. Что? Так, ладненько. Сейчас оплываем. И собираем цветули. Цветули, собираем, собираем мы цветули. Вот хорошо. Все, не трогайте мы кораблик. Он не ваш. Так, а что надо выкинуть? Что бы надо выкинуть такой топор? Таточки. А давай вот бутыль выкинем. Я не знаю. Пока у меня подзорная трубка есть-то. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не. Видишь, я цветочки собираю. Видишь? Мне уже хорошо. Кстати, цветы еще пойдут на гниль. Это тоже вариант такой хороший. Вот это. Это от намокания, наверное, у меня такая. Падает рассудок дико. Давай, может, подождем? Давай. Намокание пуще пройдет. Намокание нужно, чтобы проходить. Кстати, нам трава бы надо. Так, ночь уже наступила. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Намокашка, проходи. У нас еще баночка есть, если что. С которой мы можем побегать и пособирать всякую шняшку. А потом у меня есть лопата. Слушай, мы сейчас вот это съедим. А, там же не надо лопата для картошки. Я и забыл. Так, есть. Потому что не собираю. Ты где-то здесь цветы видел, мне показалось? Да, вот цветочек. Цветочек. О, еще один цветочек. Шикарно. Что-то много не на том биоме много. Да, видишь, из-за чисто намокания у нас дико падал рассудок. Намокать нельзя. Особенно за Вудлекс. Я не знаю, по сути, вот это немножко не то чтобы глупо, но немножко не очень круто. Потому что Вудлекс, морской волк, пират, да, и та же Велани или Валани. Валани больше, скорее всего, да. Она... Это персонажи, которые, ну, рождены для моря, да. Рождены, чтобы намокать. И когда они намокают, они тоже тратят рассудок. Я думаю, это не совсем логично. Хотя бы, если бы он не рос, рассудок, да, от воды, то хотя бы не так бы падал. Это было бы круто, когда намокаешь. Потому что это нелогично. Морской волк, который рад, когда у него, я не знаю, мокрые ладони. Это странно звучит. Вообще он, когда мокрый, тоже странно звучит. Вообще, когда он любит влагу, любит море, любит, когда штормит и ветер в волосах. И он странно реагирует для... Как для пирата, занимающийся этой профессией. Наверное, как-то так. Это странно. Не спорте со мной, это странно, очень. Было бы логично. Да, это немножко читерно. Но на поверхности, пущая, он тогда тратит рассудок дальше. Ну, то есть, да, это правильно. То есть, ему не мила, так сказать, суша. Это понятно. Он от этого испытывает дискомфорт. Но ему хорошо на воде. А выходит, что нет. Да, он не тратит на... На море, да, получается. Не тратит на воле рассудок. Но от вакороты-то тратит. Это не круто. Это не круто. Так, мы столько цветов пособирали. Уже, наверное, нет смысла собирать. Переводить ресурсики так-то. Да? Мне кажется, нет смысла. О, зернышки. Поклюем. Вкусные хулявные зернышки. Еще травка. Еще цветочки. Еще травка. Еще цветочки. Теперь травка. И опять цветочки. Ладно. Поплыли, наверное, домой. Банка у нас классная. Реально крутая баночка. Так, отстань от меня. Ой, вас двое. Так, а где наш дом? Наш дом... Ага. Ну, мы правильно плывем. Можно было бы позапускать в них... Получается, наши торпеды. Торпеды. Ракеты. Ядра. Да? Но... Я же промахнусь. Да еще и меня волной накроет в придачу. Как варик. Так что... Так что не варик. А намокание-то сейчас откуда взялось? Так, ребят. Я не знаю, что сейчас может быть. Но меня в прошлый раз выкинуло, когда я пытался... Ягоды несвежие положить сюда. Все хорошо. Пока все хорошо. Все хорошо. Так. Все. Что с игрой? Серьезно, ребят. Мне что, начинать новые прохождения? Ну, это бред какой-то. И меня бомбит от этого. Реально бомбит. Я не понимаю, что здесь происходит. Знаете, что я сделаю? Я выпущу этот коротенький ролик. Наверное, да, я выпущу. Потому что, ну, блин, я дважды на том же самом месте. Я не могу ничего приготовить. Я выпущу этот коротенький ролик. И вопрос к вам. Как там мучиться? Возможно, это займет какое-то время. И все равно ничего не получится. Мучиться с вариантами, как чтобы не вылетало. Либо начать новый сезон. Это грустно. Это грустно. Я не могу никак нормально выжить. И никак скоординироваться, сориентироваться. Но вот на ваше рассуждение напишите в комментариях, что вы считаете. Как лучше поступить. Ну, потому что... Вы видите сами. И причем это уже не первый раз. На запись я один раз уже вырезал. Нету этого. Где-то абсолютно то же самое. Ладненько, ребят. Я надеюсь на вашу логику. И на ваше желание. Напишите, что вы считаете нужным. А с вами был я, Жека Дрожа. Всем удачи, до скорого. И не голодайте. Субтитры сделал DimaTorzok